Все, кому близка наша страна, ее история и культура объединены этим замечательным праздником. В День России граждане всей страны устанавливают в своих квартирах и домах государственные флаги, посещают патриотические концерты и мероприятия. Торжественно отметили главный российский праздник в Славянске-на-Кубани. 12 июня 1990 года, 34 года назад, была подписана Декларация о независимости России. И самый молодой государственный праздник широко празднуется по всей нашей огромной стране. На театральной площади города собрались люди всех возрастов, но больше всех было, конечно, молодежи. Для них этот праздник особенно много значит. Самые достойные представители молодого поколения участвовали в церемонии подъема государственного флага. Всех собравшихся поздравил с праздником и пожелал самого доброго глава Славянского района Роман Синеговский. Вековые традиции патриотизма и любви к родине объединяют нас с вами. Сегодня в непростое время мы вместе со своим государством. Более тысячи наших земляков, жителей Славянского района, участвуют в специальной военной операции, ставят интересы России и своим примером своей жизни показывают преданность Отечеству. Всем сердцем мы желаем нашим бойцам победы и скорейшего возвращения домой, к мирной жизни. Мы любим свою родину, верим в нее и трудимся ради ее блага. Я желаю вам, уважаемые земляки и всем жителям Славянского района, крепкого здоровья, счастья, мира, добра и новых побед. Слово было предоставлено представителю Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и участнику специальной военной операции. День России объединяет всех, кто гордится нашим Отечеством, его историей, традициями, культурным наследием и духовными ценностями. Для каждого россиянина этот праздник символизирует Родину. Он связан с осознанием собственной ответственности за настоящее и будущее нас и наших потомков. Благополучие также и процветание нашей великой Родины. Затем в торжественной обстановке глава Славянского района Роман Синеговский и начальник отдела Министерства внутренних дел по району Виктор Рассохин вручили главный документ гражданина Российской Федерации – паспорт юным славянцам. Ребята были, конечно, рады получить паспорт в такой день. Я очень рада, что получила свой первый документ в этот праздничный день, в День Российской Федерации. Я родилась в Краснодарском крае. Я люблю свой край, люблю свою Родину. За личный вклад в реализацию социальных проектов, направленных на поддержку воинов, участвующих в специальной военной операции, четверо волонтеров были награждены благодарственными письмами депутата Госдумы России Ивана Демченко. Для меня День России – очень важный праздник. Это день, когда все россияне собираются на площадях своих городов, когда все объединены светлыми мыслями о своей родине, когда все гордятся, когда все выражают свою любовь к родине. Славянские артисты исполнили для собравшихся свои песни. Государственный праздник стал прекрасным поводом, чтобы еще раз выразить любовь и уважение к своей стране. Я люблю и горжусь своей страной. В этом городе, в этот день мы собрались отметить такой большой праздник, как День России. В этом городе моя семья, тут я родилась, тут я живу и тут мое будущее. Славянская молодежь гордится страной и своей малой родиной. И все эти ребята по зову сердца готовы вместе со своими земляками и соотечественниками сделать так, чтобы наша страна, Россия, стала еще краше и сильнее. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.